В понедельник Россия заявила, что нанесла удар по украинскому заводу, производящему тяжёлые ударные беспилотники. А Украина объявила об ударах по российским зенитно-ракетным комплексам и другим военным объектам. Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска отразили наступление украинских войск на Купянском, Авдеевском, Донецком и других направлениях. Кроме того, российские войска нанесли удар тактической баллистической ракетой «Искендар» по украинскому предприятию по производству и хранению тяжёлых беспилотных летательных аппаратов, расположенному в Запорожской области в ответ на попытки украинских войск атаковать российские нефтегазовые объекты. В этот день Генштаб ПСУ сообщил, что за последние сутки украинские войска десятки раз вступали в бой с российской армией на линии фронта, нанося удары по российским военным объектам, включая ракетные комплексы ПВО и базы радиоэлектронной борьбы. Более того, за последние дни были зафиксированы многочисленные полёты украинских военных беспилотников к контролируемой России Запорожской автономной электростанции. В понедельник на ядерном объекте заявили, что над АЭС был сбит украинский беспилотник, который упал на крышу шестого реактора. Министерство иностранных дел России обвинило Украину в совершении ядерного терроризма и заявило, что Россия принимает меры для защиты объекта. Однако военные разведки Минобороны Украины заявили о непричастности ВСУ к атаке. Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль России и с тех пор неоднократно подвергался атакам.